Ничего, меньше, теперь уже меньше трёх месяцев. Я бы хотел сделать небольшое лирическое отступление, поскольку существует такое мнение, что вот те законы, которые, так называемые законы 16 января, которые послужили катализатором вот этих всех боевых действий в Киеве, как бы они были ответом властей на действия мирных граждан. Это не совсем так, поскольку некоторые из этих законов, закон о иностранных агентах, закон об ограничении доступа в интернет, закона о клевете, был готов уже в октябре 2013 года. Мы уже знали о существовании этих законов, поскольку на одной из встреч в Харькове один из очень известных российских политологов, на нашей, ну, наверное, подтрунивая над ним, когда мы говорили, вот, посмотрели, что творится у вас и что творится у нас, то есть у нас свобода слова, у нас, так сказать, интернет, он никем не ограничивается, у нас всё хорошо, он сказал, ребята, не обольщайтесь, мы для вас законы уже написали. Мы сразу провели зонтаж фракции партии регионов, поскольку предполагали, откуда можно последовать подарок, и по неофициальной информации, которую мы получили, планы выиграли за следующим образом. Люди уже тогда понимали, что честным способом, честным путем выиграть выборы президентские им будет тяжело, поскольку институты гражданского общества в Украине очень сильно развиты и имеют большое влияние на ситуацию, то вот эти законы, которые могли существенно ограничить доступ людей к независимой информации, доступ журналистов к источникам, знаменитый закон о клевете, когда заодно какое-то неправильное слово можно было закрывать любой интернет-ресурс, они должны были быть приняты или в конце весенней сессии в 2014 году, или же прямо перед Новым годом. Для того, чтобы отсечь самые большие мониторинги организаций, такие как Комитет избирательного Украины и Форума, от участия в избирательном процессе, поскольку мы бы уже и получили статус от странного агента, и нам бы просто центральная избирательная комиссия не зарегистрировала такие организации, как наши, в качестве мониторинговых. Более того, не были планы максимально затянуть, ведь мало принять закон. Каждый закон, для того, чтобы его правильно исполнять, обрастает кучу нормативных документов, всяких положений, правил и так далее и тому подобное. Кабинет министра должен был максимально затягивать принятие всевозможных развесящих документов, для того, чтобы и общественные организации, и средства массовой информации ограничить время для маневра. То есть уже практически ничего бы нельзя было сделать.